Я бы хотел прийти к протоколам без зависти. Таких протоколов там еще есть штук, наверное, 5. Там у всех протоколов есть свои плюсы и свои минусы. Но сейчас я бы хотел рассказать про протокол без зависти для n равного 3. Как поделить без зависти на троих? Протокол без зависти для n равного 3. Этот протокол, независимо друг от друга, открыли двое ученых, Selfridge и Convay. Кто знает, кто такой Convay? Нет, не Convay, а Джон Хордон Convay. Вот так он пишется. Так, а кто знает, что такое игра жизни? Я знаю. О, ну это знаю. Некоторые знают. Но вот как раз Convay, тот, кто придумал игру жизни. А также он еще много всяких замечательных вещей придумал. Игра жизни, это можно просто прийти домой, зайти в интернет и увидеть красивые картинки. Игра жизни, это такой простейший клеточный автомат. Там клетчатая плоскость, некоторые клетки закрашены, некоторые не закрашены. И просто в каждый следующий момент клетка остается закрашена или становится закрашена, если у нее было из восьми соседей по вершинам и по сторонам. Если было две или три закрашенных клетки, то клетка становится закрашена, а если меньше двух или больше трех, то остается незакрашена. И это одновременно по всей плоскости происходит, и там всякие красивые картинки возникают. Вот это вот Convay придумал. Также он еще всякие интересные что-то придумал, в частности, вот этот протокол. Но, видимо, это такой протокол, который все придумывают, если начинают задумываться. Да, то есть если, наверное, если бы я вам не стал рассказывать, а спросил придумать, то там, по крайней мере, некоторые из вас его будут придумать. Он устроен вот как. Первым делом Алена делит пирог на три равные части с ее точки зрения. Алена делит, значит, на S, S, T и U, так что, с ее точки зрения, куски равнозначны. По одной трети. Значит, дальше Борис делает вот что. Борис эти куски ранжирует. Вот, значит, а именно он их может переименовать, так что S будет самый лучший для него, T следующий, U самый плохой. Да, то есть дальше Борис делает так, что Борис ничего не режет, а просто расставляет имена. Называет куски, что самое большое соотноширение будет называться S. Следующий будет называться T. И последний будет называться U. Но это не все, что он делает. После этого он еще кусок S обрезает так, чтобы то, что осталось, равнялось с его точки зрения куску T. Значит, вот какой-то S' так, чтобы он равнялся с его точки зрения по ценности куску T. И есть еще какой-то остаток. Значит, R это остаток S без S' значит, это остаток. Который пока откладывается в сторону. То есть пока у них есть вот этот самый S' T и U. А Виктор после этого выбирает один из кусков. Виктор забирает один из кусков S' T и U. Любой из кусков он выбирает. После этого, если следующее, если Виктор забрал не S', тогда Борис обязан забрать S' значит, если Виктор забрал не S', то Борис забирает S'. Ну, иначе Борис забирает T' Ну, может, конечно, он выберет какой-нибудь один. Значит, иначе Борис выбирает T' или U' и потом Альона берет оставшийся кусок S' из T' и U' значит, вперед оставшийся из T' и U' Да, в любом случае, либо Виктор забрал S', либо Борис забрал S', поэтому Алене заведомо либо T' или U' осталось. Ну, в общем, один кусок остался. А R, ну, пока еще не делили. R пока еще отложен 100. Значит, давайте убедимся, что на этой стадии никто никому не завидует. Пока еще остаток не поделим. Никто никому не завидует. Почему Виктор никому не завидует? Потому что он выбрал первым. Да, он выбрал первым, но это самый большой, с своей точки зрения. Почему Борис никому не завидует? Потому что он выбирал. Да, у Бориса два самых лучших куска, и Борис точно один из них получит. Либо Виктор взял не и штрих, тогда Борис должен взять и штрих, либо Виктор взял и штрих, тогда Борис возьмёт t. То есть в любом случае тоже Борис один из двух самых лучших своих кусков получил. А почему Алион никого не завидует? Потому что она делила коров, но... И протокол сделает так, что обрезанный кусок С она точно не получит. То есть она точно получит либо Т, либо БУ, соответственно она не завидует никакому из других, и не завидует t штрих тем более, потому что t штрих будет просто меньше. Вот, значит, пока что никто никому не завидует. Но ещё нужно поделить остаток r, который мы отложили в сторону. Значит, как поделить r? Понимаешь, что r нужно поделить тоже на три куска и эти куски как-то добавить, чтобы по-прежнему не было никакой зависти. Значит, смотрите, один кто-то из Бориса и Виктора получил кусок С штрих. Давайте, как я тебя обозначил? Обозначил k от слова кусок. Значит, k это тот из игроков, кто получил С штрих, а n это другой, другой из пары Бориса и Виктора. Значит, так вот, тот, кто получил С штрих, да, С штрих, делит этот самый остаток r на три части. И из этих частей они выбирают в порядке сначала n, потом алена и потом этот самый k. Значит, выбирают из этих самых трёх частей в порядке сначала n, потом алена и потом, конечно, кто делит. Значит, и утверждается, что зависти не возникнет. Значит, ну смотрите, почему m никого не будет завидовать? Да, потому что во-первых он не завидовал заранее, да, до деления остатков он не завидовал, а здесь он выбирает первую. Поэтому тем более не будет завидовать. А почему k не будет завидовать? Потому что он сам сделал на три равные части. Да, потому что он здесь не завидовал, а здесь делит поровну. И поэтому завидовать не начнёт. А почему орёл не будет завидовать? Потому что он не участвовал или раньше не был. Так, слушайте, я прошу прощения, я решился и перепутал. Должен быть наоборот. Значит, m будет делить на три части, а здесь он выбирает k, m. Вот, значит, это испортило, что вы бы хотели сказать? Это, наверное, лучше должно было. Потому что, смотрите, Алена не будет завидовать m, потому что она раньше выбирает, да, она раньше порядка выбора. А сейчас она не будет завидовать k. Потому что k взял s' меньше 1-3. Да, как я взял s' и он взял ещё дополвить какой-то кусочек остатка. То есть то, что взял k, точно будет меньше, чем s. Да, а то, что взяла Алена, это будет то же самое, что s плюс ещё что-то. Да, поэтому то, что взял k, в любом случае будет меньше s, а то, что взяла Алена, в любом случае будет больше s. Поэтому Алена не будет завидовать k. Ну вот, всё, получилось, что никто никому не завидует. Значит, никто никому не завидует до деления остаток. И после, когда остаток поделили, тоже никто никому не завидует. А почему m не будет завидовать Алене? Потому что m не завидовала Алене заранее, да, здесь никто никому не завидовал. А дальше m делит остаток на 3 равные части. Поэтому он поделит действительно по-равному, и поэтому, с точки зрения остатка никому не будет завидовать. А давайте Ленин тоже назовем. Вот. Вот такой вот протокол. Есть ли какие-нибудь вопросы еще? Комбит зависит между К и А? К и А. К и А. Ну, значит, смотрите, изначально, вот после этого момента, значит, К вот получил H3. Но это был либо Виктор, который взял самый лучший кусок, либо Борис, который взял один из двух самых лучших. Вот. Поэтому после этой статьи зависти нет. Значит, а дальше К просто первым выбирает из этих трех частей, поэтому выберет самую лучшую часть своей точки зрения. То есть уже самое лучшее добавится еще самое лучшее. Значит, получится самое лучшее.